Интересные факты. 5 новейших фактов о динозаврах. Как продемонстрировал немалый коммерческий успех мира юрского периода, динозавры не устаревают и интерес публики к ним как был велик 20 лет назад, так он велик и сейчас. И хотя эти гиганты вымерли 65 миллионов лет назад, каждый год мы узнаем о них что-то новое. Палеонтология не стоит на месте и в некоторых аспектах уже значительно изменила привычные для нас образы динозавров. Только за последний год было сделано несколько открытий, некоторые из которых позволяют взглянуть на мир юрского периода под другим углом. У Трицератопса был гигантский родственник. Нового динозавра назвали Реголицератопсом, благодаря своей расцветке, а также из-за чрезвычайно сложных раскопок, в ходе которых было сделано открытие. Он получил кличку Хеллбой. Обладатель огромного рога на носу и массивной короны из костяных пластин, взрослый Реголицератопс был настолько большим, что не боялся даже тираннозавров. Семейство тираннозавров было каннибалами. Судя по изучению костей Дасплетозавра, очень близкого родственника тираннозавра, большинство травм были нанесены ему уже после смерти его же родичем, то есть главный хищник юрского периода не гнушался ей себе подобных. Велоцирапторы были покрыты перьями. Такая гипотеза ходила уже давно, но в июле этого года получила подтверждение после тщательного изучения хорошо сохранившихся останков одного из подвидов велоцирапторов. И да, они действительно были покрыты перьями и имели крохотные 35 см крылья. Некоторые динозавры, возможно, были теплокровными. Изучение скорости роста динозавров, а также их зубов, режимов расхода и потребления энергии указывает на то, что они, возможно, были теплокровными животными. Правда, среди палеонтологов еще нет однозначного мнения, и прямо сейчас в ученой среде кипит серьезная дискуссия по этому поводу. В юрском периоде на экваторе были ужасные погодные условия. Судя по последним исследованиям, 200 миллионов лет назад на экваторе постоянно свирепствовали засухи, экстремальные температуры и частые пожары. Поэтому более крупные виды динозавров жили в тропическом и даже умеренном поясе, что объясняет, почему на экваторе никогда не находили кости гигантов, а только маленьких плотоядных динозавров. Подписывайтесь на канал ЛТ Денис Фактс, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!